Здравствуйте, товарищи! Пойдите в школу. Ну, у вас есть доклад-сообщение? Нет, сегодня нет. Нет, про вчера не было и подавчера. Мы так часто встречаемся, а вы еще не готовы. Какие-то проблемы есть, в чем проблема? Нет, пока еще не доделываем. Ну, непонятно, что-то есть, как излагатель, какие-то сложности, в чем? Нет, я начала уже, но сегодня просто другие готовились, поэтому... Те, которые готовились, все убежали. Нет, вообще не должны прийти, согласно договариваясь, мы с предъявляем. Ну, хорошо. Ну, я думаю, что вы обратили внимание и при подготовке, и при изучении, и при чтении, что больше всего беспокоит и вокруг чего больше всего идет обсуждение. Как объяснить, откуда берутся идеи, представления, откуда берутся политические формы, откуда берутся те явления, которые лежат на поверхности. И основной рейтмотив этого произведения сводится к тому, что все действия, мотивы, все формы, они имеют свою ценность сами по себе, но корни их в материальном производстве, в производстве непосредственной жизни. Вот характерное высказывание Маркса Энгельса. Итак, дело обстоит следующим образом. Определенные индивиды, определенным образом занимающиеся производственной деятельностью, вступают в определенные общественные и политические отношения. Эмпирическое наблюдение должно в каждом отдельном случае, на опыте и без всякой мистификации и спекуляций, вскрыть связь общественной и политической структуры с производством. Общественная структура и государство постоянно возникает из жизненного процесса определенных индивидов. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, можете выступать. Али, да, сейчас. Еще сейчас девушка подойдет, у нее текст. То есть она у вас носит текст, что ли? Ну, я ей там давала почитать тоже. У меня готова, но я бы еще не... То есть вы можете спокойно без бумажки выступать? У меня теперь бумажки лучше, чтобы подстраховаться. Наоборот, надо отдать кому-нибудь, чтобы подстраховаться и не читать. И не читать, конечно. А так, если будет бумажка, будет тянуть ее читать. Вот у меня был такой случай, у меня была все время одна тройка, пока я был студентом. Это было такое... Я сдавал матфизику, ну там повально все списывали, ну все списывали. И я не удержался, тоже стал списывать и получил троя. А так бы сдался я нормально, да и все. Значит, надо сказать, что тут говорится о некой идее, о таком тезисе. Вот какой внутренний механизм, как связаны действия, идеи. Вот из самой этой книги и самих вот этих положений не всегда это ясно. То есть они говорят, что это вот все определяется производством. Мы этому верим? Это доказано? Это идея, которая требует подтверждения или это само собой очевидный факт? А если связано, то каким образом, через что? Как вот это самое производство и через что влиять? Здесь пока еще у Маркса и Энгельса вот одно очень важное звено не рассматривается. А какое звено? Вот у Гегеля говорится, что интересы двигают жизнью народов. Интересы двигают жизнью народов. Не просто, что люди придумывают что-нибудь и делают, а вот интересы двигают жизнью народов. Понятие интересов, надо сказать, если вы возьмете литературу, в том числе экономическую, вы увидите, что понятие интересов чаще всего дается привратное. А именно, была такая история экономическая у нас, что вот некто Отошик, чехословацкий экономист, директор Института экономики Чехословацкой академии наук, член ЦК КПЧ и активный участник контрреволюционных событий в Чехословакии, вот он написал книгу «Экономика, интересы и политик». Ее, эту книгу, у нас широко очень перевели, широко распечатали. И, как правило, многие наши молодые и немолодые научные работники начитались того, что такое интересы у этого самого Отошика, и получилось, что они попали в известную ловушку. А интересы – это такая категория, которая в разных науках по-разному выступает. Лучше сказать, что каждая наука имеет свое понятие интереса. Если возьмете психологию, которую изучает внутренний мир человека, там есть понятие интереса. Вот, скажем, я заинтересовался тем, почему не принесли ваш этот текст. Это что значит? Что я заинтересовался? Какой смысл этого высказания? Мы заинтересовались этим произведением Маркса Энгельса. Что это значит? У нас здесь нужна потребность в том, чтобы этот текст замечать. Вот примерно так. Вот примерно так Отошик говорит, что такое. Но он это относит не к интересам психологическим. В психологии так и есть. Что это определенное, концентрированное направленное внимание человека на удовлетворение определенных потребностей. Я скажу, вот вы заинтересовались пением. Можно сказать? Потом надоело вам. И вы заинтересовались чтением. А потом рисованием. Потом одним человеком вы заинтересовались, потом другим. Наверное, это имеется в виду, когда говорят интересная женщина. Или когда говорят интересный мужчина. В чем интересный? Ну, привлекает внимание. То есть, это вот психологическая категория интереса. Концентрированная на правильность внимания, на удовлетворении определенных, объективно обусловленных потребностей. Подтребности объективно обусловлены, но они и в голове, как и у самого человека. То есть, это то, что относится к сфере субъективности. А когда речь идет об экономических интересах, вот чего нет у Шика, у него получилась такая странная практика. Такие странные формулировки. У рабочего класса есть интерес к классу и борьбе. А потом у него и у рабочего класса пропал интерес к классу и борьбе. Сегодня есть, завтра нет. То есть, это не что-то такое устойчивое и объективное, а интерес к борьбе. Можно говорить об интересе к борьбе? Можно говорить. Это и будет психологическая постановка вопроса. Вполне в рамках психологии, вполне допустимая, потому что психология изучает отражение мира в головах. А когда мы говорим об интересах к экономическим, на самом деле совсем по-другому ставится вопрос. Ставится вопрос о том, что людям объективно выгодно. И вот что людям объективно выгодно, во-первых, не сводится к потребностям. Человеку даже нет, у него такой потребности, например. Нет у него потребности развить свою голову, а объективным это выгодно. Правильно? Выгодно же. Пьянице объективно выгодно перестать пить, а у него интерес к водке. Психологический. То есть, к. В общем, можно такую формулу записать, что он интересуется тем, в чем объективно не заинтересован. Смотрите, тут вот два интереса употребляются. Один психологический, а другой экономический. Когда мы говорим, в чем не заинтересован или заинтересован, это экономический интерес. А когда мы говорим, чем интересуется человек, тогда это психологический интерес. Так вот, экономические интересы – это такая характеристика положения людей, объективного положения людей в системе производства, которая показывает, что этим людям объективно выгодно. Интересы – такая характеристика положения людей в производстве, которая показывает, что этим людям объективно выгодно. или невыгодна, и в какой мере. Экономический интерес – это такая характеристика положения людей, которая показывает, что этим людям в силу их положения в производстве объективно выгодно или невыгодно, и в какой мере. А все мы находимся в производстве. Например, мы находимся в системе распределения. Кушать мы будем? Это откуда? Какие-то продукты к нам приходят. Во всяком случае, мы в этом моменте производства тоже участвуем, как потребители. Вот если я хочу узнать, что выгодно продавцу, надо мне подходить к продавцу и спрашивать, что у него выгодно. Что ему выгодно? Что выгодно продавцу? Продавцу продать. Варьбов, прибыль. Ну, продать подороже, наверное. Ну, подороже, чтобы получить максимальное время. А что выгодно покупателю? Этот же продавец, этот же человек, с его потребностями, выходит из своего ларька, идет ларек напротив, купить себе пирожок. И он теперь заинтересован в чем? Чтобы купить пирожок, такой же пирожок, но подешевле. Чтобы узнать, в чем заинтересован тот или иной член общества, не надо его спрашивать о том, что он по этому поводу думает. Это уже будет другая проблема. Проблема осознания того, что ему выгодно. То есть, понимает ли человек, что ему выгодно, или не понимает. А вопрос о его экономических интересах – это просто вопрос о характеристике его экономического положения. Ну, вот, скажем, здесь присутствуют студенты и преподаватель. Преподаватель заинтересован в том, чтобы студенты получили крепкие, прочные знания. Просьба себя назвать, в принципе, пришедших. Шоколова, раз. Бескровная. Бескровная, два. Харьковая. Харьковая, три. Петрова. Петрова, да? Да. Петири. Мы сейчас говорим об экономических интересах. Вам принесли текст? Да. Ну, сейчас мы закончим, тогда уже вам дадим слово. Хорошо. То есть, вот у нас присутствуют здесь некоторые субъекты, которые имеют определенное положение в системе производственных отношений. Являются студентами. Кто такие студенты? Студенты находятся в сфере… Находятся ли студенты в сфере материального производства? Да или нет? Здесь сейчас. Находятся ли студенты в сфере материального производства? Да. Находятся, потому что они тоже потребители материальных благ. И как потребители материальных благ, они находятся вот в этой фазе. Потому что производство имеет различные фазы производства, обмен, распределение и потребление. Преподаватель, в данном случае я, тоже находится в этой же самой системе. Вот я поставил такой вопрос. Что выгодно студенту? В чем его интерес? То есть, индивидуально зависит. А? А что тут в нем индивидуального? Ничего тут индивидуального нет. Студенту нужно получить качественное образование в идеале бесплатно. Это такое типичное. Чему в идеале? Выгодно ему бесплатно получить, без всякого идеала. Ну, если бесплатно не получается, а образование нужно, это уже ему... Мы сейчас говорим о том, что ему выгодно. Ему выгодно бесплатное образование. А вообще, как вы думаете, бесплатное образование в стране выгодно или нет? В стране не выгодно. А? Нет. Почему нет? Почему страна? Что, страна не заинтересована в том, чтобы у нее были грамотные специалисты? Если она не хочет, чтобы ей приходилось бы привлекать иностранных специалистов, а если она не хочет, эта же страна, быть зависимой, она должна думать о том, как подготовить специалистов высококвалифицированных, правильно? Не как им поменьше давать знания и поменьше платить стипендию, а о том, как обеспечить действительный уровень подготовки. А преподавателю выгодно, чтобы студенты получили образование соответствующее? Выгодно, конечно. А кому более выгодно, студентам или преподавателям? А преподавателю? Преподаватель чего? Он уже имеет образование. Вот у меня уже есть высшее образование, а у вас еще нет. Чем же мне выгоднее? Так а если у вас как преподаватель не доберется группа студентов? Ну и что? Ну, деньги не получите. Ничего подобного? У нас от количества ничего не зависит. А если вообще не доберется? А? Если вообще не доберется. Ну прям никто не доберется. В Санкт-Петербургском университете наберется. Но это конкретно... Конкретно. И в России тоже наберется. И конкретно вот преподавателям России что выгодно? Выгодно, чтобы их студенты получили прочные знания. Еще, вот что вы не сказали, надо еще, чтобы вы получили не только сами знания, но и свидетельство государственное о получении этих знаний. Потому что если у нас с вами отношения уже основаны не только на формальных отношениях, но и на знакомстве, да, мы лично знаем, кто есть кто. Когда вы приходите в учреждение, на работу, ну, никто не знает, какой вы специалист, и нужен документ, который удостоверяет эти знания. Соответственно, и это выгодно и преподавателю. Но, конечно, выгоднее студенту. Поэтому самым заинтересованным лицом во всей системе образования являются те, кто учится. Ну вот для кого вообще университет создается? Для тех, кто учит, или для тех, чтобы дать работу тем, кто учит, или для того, чтобы выучить тех, кто хочет стать специалистом? Ну, естественно, конечно. То есть, вот, скажем, здесь присутствующие люди не одинаково заинтересованы в обучении. Вот вы заинтересованы больше, чем я. Объективно. Это не касается того, кто как к этому делу относится. Относиться можно по-разному. Иметь слабую заинтересованность, а старательно выполнять свои функции и так далее. А вот интерес тут ничего не поделаешь. Это мы не спрашиваем ни у кого. Не спрашиваем его мнения, не обращаемся к психологии. А изучаем объективное положение. Ну вот вроде того, как, если нам нужно узнать, вот что выгодно рабочему, который занят в тяжелых условиях. Наверное, облегчить его труд. Правильно? Что выгодно человеку, у которого маленький очень отпуск. Чтобы этот отпуск был больше. Правильно? И что он позволял возможность отдохнуть. Обеспечивал и так далее. И вот эта вот категория экономических интересов, это как раз то самое звено, которое еще в этой вот работе, Маркс Энликс, немецкая идеология, не раскрыто должным образом. А которое раскрыто уже более поздно, в более позднее время Лениным. Где он говорит, что люди будут, такая есть работа у него, куи продест, по-латински написано, кому выгодно. И вот в этой работе он говорит, что люди будут глупенькими, жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за всякими программами, заявлениями, мнениями, видеть интересы известных классов, пока они не будут ставить вопрос, кому выгодно. То есть разобраться вот в сложных проблемах жизни, не выясняя, кому выгодно то или иное действие, кому выгодно то или иное мероприятие, вот без этого невозможно. Ну вот, например, нас порадовала статистика, Академия Народного Хозяйства и Госслужбы опубликовала результаты СОВЭ, обследования и нашла показатели, по которым Россия опережает весь мир. Она опережает весь мир по темпам роста долларовых миллионеров. 17 марта этого года российская газета на седьмой странице осчислили нас сообщением о том, что число долларовых миллионеров в России за прошлый год выросло на 10%. Вы рады? Что-то я не вижу радости на вашем лице. Ну как-то гордость, так сказать, за Россию, что она не просто там как все сообщает, что у нас воловой внутренний продукт, больше чем 0,8% сейчас не поднимается. Оказывается, совсем не надо для роста долларовых миллионеров повышение темпов экономического роста, развитие производства. Можно и без этого обойтись. Есть такой способ. Какой же это способ? Так мало того, значит, если запоставить эти темпы с темпами роста других стран, то в Европе сокращение числа долларовых миллионеров на 4%. То есть она от нас безнадежно отстает, эта Европа, в различии 14%. А в мире рост числа долларовых миллионеров 3% был, намного меньше, чем в России, где 10%. Берем еще один параметр, который осветило это научное учреждение Академии народного хозяйства и государственной службы. Число долларовых миллиардеров, тут еще круче, 11%. Видите, как здорово. А то все ругают в России. Видите, как в России, какая мощная держава, выращивать миллиардеров с огромной скоростью. Но поскольку это Академия народного хозяйства и достаточно солидное и серьезное учреждение, они все-таки решили и к другой стороне обратиться. Как насчет доходов основной массы населения? Как насчет заработных плат? И оказалось, что при некотором росте за последний год, за 2016, реальные располагаемые доходы в России по отношению к 2013 году составили 90,5%. То есть движение идет прямо в предположенном управлении. Число долларовых миллионеров и миллиардеров растет, а заработная плата трудящихся и доходы сокращается. Что касается, собственно, заработной платы, она имеет, в реальном ее выражении, реальная заработная плата 92,5% от 2013 года. Я думаю, если бы мы просто были в школе, я был бы учитель математики, я бы вас спросил. Если выросло число долларовых миллионеров и миллиардеров, а производство не растет, то что должно быть с зарплатой и доходами основной массы трудящихся? И вы бы ответили, естественно, может, раз нет роста бурного производства и вообще роста почти нет, то единственный способ какой? Ну, это очень легкий способ. Вот посмотрите на меня. Вот я тут сижу и важный такой, поскольку я вроде как более солидный, у меня ученые степени есть. Вот вы мне отдадите по 1 тысячу рублей, и сразу получится у меня прирост. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть тысяч. Вам еще тысячи? Ну, тысячи и то не все. Давайте я их сюда. Вот так у нас получается в экономике на сегодняшний день. То есть берем с бедных и помогаем богатым. Вот теперь ставим вопрос, кому выгодно это? Кому выгодна эта практика, которая имеет место? Это же практика вот зафиксированная, в том числе в правительственной газете, в том числе в серьезном учреждении. Кому выгодна эта практика? К какому классу? Богатым. Естественно. В буржуазии она и выгодна. А какой класс у нас стоит у власти сейчас? Какой класс правящим является в современной России? Слышите. А? Мы сняли снижение. Как? А, да, мы уже выяснили. Как? То есть мы уже это не сняли. Не слежу. Какой класс у нас в власти сейчас стоит? Ну, что мы знаем про устройство общества? Что всякое государство – это что? Это какой-то класс, который организован как господствующий класс. Государство – классовое понятие? Классовое. Какого класса государства? Даже больше можно сказать, что всякое государство – это диктатура одного определенного класса. Класса. Элита. А? Элита. Выделены по-разному. Почему вы думаете элита? Элита – это же лучшее. Может, вы элита, а власти не лучшее, а худее. Но мы же можем выделять элиту по-разному признакам? Может быть, интеллектуальная элита? Не можем. Не можем. Элита – это понятие. Элитные сорта зерна – это какие-то лучшие. Вообще, вы думаете, кто всплыл наверх, кто лучший? Откуда это вы взяли? Если кто-то там… Вот мы видим, что из этой самой так называемой элиты некоторых сразу в тюрьму отправляют, как у Люкаева, который был министром. Какой же он элита? Он один из худших элементов нашего общества. Взяточник. Еще один губернатор Белых тоже за взятку. За несколько взяток привлекается к суду. Какая это элита? Некоторые члены Следственного комитета, которые должны были бороться с коррупцией, сами стали брать взятки. Это тоже элита? Нет. Элита – это лучшее. А почему вы считаете, что если я вас главнее, допустим, вот я здесь главный и руководитель, почему вы думаете, что я элита, а не вы? Откуда это следует? Если вопрос об элите, это вопрос о том, насколько эти люди хороши, какие-то качества у них есть с точки зрения общественного развития, да? Какой вклад они вносят в общественное развитие? Они не с той стороны, сколько они в общество взяли. Если я в общество много взял, так я элита? Если я первый добежал до пирога общественного и от него оторвал, то я элита? Нет, конечно. Так вопрос об элите не решается. Так вот, что мы выяснили. Ну, если это выгодно правящему классу, то какая проводится тогда политика? Ну, такая какая и выгодно правящему классу. Поэтому ничего удивительного в этом нет. Вот, скажем, берем рабочего. Вот будем играть. Я вот рабочий, а вы, товарищ Соколов, а вы будете рабочий, а я буду капиталистом. Вы ко мне приходите и спрашиваете, когда мне повысят зарплату? Спросите меня. Никогда вообще повысит зарплату. Когда? Подумайте сами. Товарищ Соколов, вы же продавец своей рабочей силы. Я продавец. Ну, а я кто? Он покупатель. Я как покупатель в чем заинтересован? Чтобы в том, чтобы то, что покупай, подешевле купить или подороже? Подешевле, но главное, что качество. При одном и том же качестве. Качество у вас не меняется, я вас уже знаю хорошо, качество у вас высокое. Но я заинтересован в том, чтобы это качество получить, заплатив поменьше или побольше. Если я покупатель, вы понимаете, что я покупатель? Я не говорю о том, что у меня в голове, я говорю о том, какое у меня положение. Я покупатель. А вы ждете, что покупатель повысит цену на то, что он покупает. А чего вы ждете? Это смешно даже, чтобы взял вот покупатель и стал повышать цену. И наоборот. А вы продавец рабочей силы? Да. Значит, продавец. Цены кто устанавливает? Продавец или покупатель? Продавец. А чего вы меня спрашиваете сюда? Не знаю. Я тоже не знаю. Это ваше? Ваш товар? Мой товар. Ну и продавайте его по своей цене. Другое дело, что вы, наверное, понимаете, что если вы в одиночку будете приходить со своим товаром, то я в одиночку с вами, так сказать, буду так разговаривать, что вам не удастся его продать дороже. А если вы все вместе объединитесь? Как это называется? Объединение для лучшей продажи? А? Профессиональный союз. Когда люди одной профессии продают один и тот же товар. Люди, у них одна и та же рабочая сила. Там токари или, скажем, металлисты. Или деревообделочники. Ну потому что если вот у нас разные отрасли, мы не знаем, какая цена товара. Но если это вот докеры, которые и в Владивостоке докеры, они и в Санкт-Петербурге докеры, они и в Данциге докеры, они в любом порту мира докеры. Поэтому создаются объединения по профессиям. Для чего? Это что за объединение? Это объединение тех, кто заинтересован в одном и том же. Почему мы вообще говорим об этой речи? Потому что вот этого звена тут не хватает. Книга очень интересная и хорошая. Но вот этого звена. А как вот связано производство с действиями людей, с идеями, представлениями? А если вы имеете определенные интересы, вы их можете уже выражать. А как вы можете выражать? Вы можете их излагать. Вы можете выражать это в требованиях. Можете излагать это в идеях, в призывах. Самым разным образом. То есть поэтому вот эта связь между производством и всякого рода научными, идейными представлениями и так далее, она идет через экономические интересы, которые характеризуют не наше сознание, а наше экономическое бытие. Вот что важно. А вот теперь, Саша Токолова, вам и слово. Сразу видно, что докладчица в красивом, платье, так сказать, как на праздник. Не рядовой день, а вот сейчас вот будем все слушать. Вам кафедра нужна? Да. Вы же свободно будете говорить. Нет, я свободна. Как древнеримские ораторы. Вы видели, чтобы они сказали, говорят, да ладно вы, да бросьте вы. Не, я даже не... Что вы делаете? Да так и выступаете. Ну как это нужно, да, идти? Отложите бумажки. Нет, нет. Ужас. А что мне делать тогда? Мне с вас что ли взять пример? А, можно на такси? А, можно на такси, что вы поинтересовались. А, вот. Давай, поднесите. Пусть я. А здесь труба что-то спрятается. А здесь прятаться. Это у вас планируется такой цирковой номер перед началом. Это специально. Это, знаете, на тренинге. Начать с другого. Это правильно. У Цезерона написано это. Пожалуйста. В общем, да. Значит, а вы все выступали, да, на этого люди? Вот, что выступал товарищ. Ну, по-моему, он трижды. Уже трижды выступал. И все спрашивают, а когда будет Соколову выступать? Да. Народ дождался уже. Я знаю, говорили. Но мы пойдем дальше. И, значит, первая глава, просто сейчас структуру, хочу сказать, это перебаг противоположность материалистического, идеалистического воззрения, которая там на А, Б, Ц, разделена на три таких вот главы, скажем так. Так, а, идеология вообще. И немецкая особенность, да, и там вот Маркс, английская история, и о производстве сознания. Затем, действительный базис идеологии и коммунизм, производство самой формы общения. И вот сейчас я бы хотела с вами поговорить о второй, это, еще раз обозначу, это первая глава, это вторая часть, действительный базис идеологии. А именно об общении и производительной силе. На самом деле, здесь вот вроде как, да, все те идут монеты, если мы почитаем, которые мы уже знаем, которые мы учим, вот основы, да. Маркс, тут написано именно таким языком, оригинальным, понятно, я сейчас буду цитировать, что очень интересно, потому что какие-то нюансы новые открываются, и это достаточно интересно. Итак, значит, общение и производительная сила. Это, если вам интересно, 49-я страничка. Итак. 49-я страничка по собранию сочинений. А у вас, наверное, тоже, да, по собранию сочинений. Да, хорошо. Вот. Значит, общение, как, если кратко, я могу рассказать про структуру. Значит, что он здесь говорит? Он говорит об... Что он, это Маркс Энгельс? Он Маркс Энгельс. А он что-то как-то, мы всегда говорили, они обычно такие, когда два человека. Он автор в соавторстве. Ну, если два автора, он куда-нибудь денется. Ну, они, хорошо, извините. Он Маркс, вот они, да, они. Они говорят об разделении труда. Так, что такое труд? Ребята, это деятельность, результатом которого является материальное благо. Так. Да, непосредственно, вот еще можно сказать, результатом которого является материальное благо. И с этим не поспоришь. Что такое... Как не поспоришь, когда народ, вот сейчас столько программистов, они все грустят, спрашивают. Меня, например, все время допрашивают. Так наша деятельность, это труд или нет? Ну, и начинаешь объяснять. Ну, как вы думаете, они что-то материальное благо создают, программисты? Что они там, жарят картошку? Или что, кукурузу сажают? Поросят выгуливают. Ну, какие материальные блага они создают? Вот я материальные блага создаю, я материальные блага создаю, я трудом. Знание – это материальные блага, первый раз услышал. Ну, съешьте мои знания, пожалуйста. Ну, я это так и не съем, конечно. Так это ради материального блага. Вы меня опускаете куда-то очень низко. Я думал, я духовные блага как-то распространяю, даю. А вы мне говорят, нет, от вас только материальное благо. Почему это материальное? Знание ради материального. Мы же с вами… Посмотрите, у вас есть идеология там и базис. Базис – это производство. А идеология – это сфера сознания. Ну, так все, если я стружусь в сфере сознания, я, значит, что я произвожу? Какие блага? Духовные. Вот, скажем, у меня дети называются «услуга». Услуга – это что такое? Знаете? Вот парикмахерские услуги в чем состоят? Чтобы голову обрабатывать снаружи. А преподавательские услуги в чем состоят? Изнутри. Изнутри тоже. Но это услуга, это же не духовное благо. То есть, извините, это же не материальное благо, правда? Духовное. Духовное, так. А вы говорите, спорите? Так вы говорите, бесспорно. А я говорю, что сейчас спорят, если вы на интернет забиты всяким. Вот, я инженер, так я рабочий или нет? Ну, вы же сами написали, что вы инженер. Что вы теперь, что такое инженер? Тот человек, который обучает рабочего, показывает, как надо трудиться. Технологии ему. Без технологии современного производства невозможно. Или там директор завода, или начальник цеха. Он материальное благо создает? Или непосредственно он? Какие были? Кто-то начальник цеха? Да. Материальные. Ну, какие материальные? Вот я, начальник цеха, сказал так. Психологовый, иди и сделай то. Это что? Это материальное благо? Нет, психологически он только на какое-то... Ну, так я указания даю. Ну, так это идея все. Это все идея. На уровне диалога. Я уже рабочий, да. А рабочий непосредственно производит матери... А я могу сказать, что я посредственно. Я вам сказал, делай доклад. Вы делаете доклад. Это как бы я делаю доклад. Только посредственно. Это всегда можно накрутить. Правильно? То есть, я делаю доклад, а посредственно через баз. Я вот сколько призывал. Наконец, мне удалось выступить с докладом. Но все-таки это... А непосредственно кто выступает? Вы непосредственно выступаете. Вот слово непосредственно очень важное в этих определениях. Потому что все влияют на производство. Одни глядят, другие советуют, третий подготавливают проекты, четвертый разрабатывают технику, пятый разрабатывают образцы продуктов, все проекты всякие делают и прочее. А непосредственно тот, кто изготавливает, стоит у станка. Это рабочие. Вот рабочие, непосредственно производители. Или нерабочие. Кто у нас еще непосредственно производитель не материальных благ? Кроме рабочих. Непосредственно производители. Ну, точно, да, рабочие и трудящиеся. Ну, какие трудящиеся? Я тоже трудящиеся, я производитель не призвожу материальным благом. Мне, конечно, лез, на что вы считаете, что я материальный блага призвожу. Но все-таки это не так. А есть люди, которые производят материальные блага? Как они называются? Целый класс есть людей, которые нерабочие. Нет, нерабочие, а производят материальные блага. Загадка. Экономическая загадка. В России целый класс людей производят материальные блага, они являются рабочим. Непосредственно производят материальные блага. Нет. Ну, это хорошо. Я сейчас вот куплю лопату. Так, это будет средство производства лопаты? Да. Ну, скопаю, куплю землю. Это средство производства? Земля. Крестьяне какие-то? Ну, крестьяне. В общем, раньше мы могли бы сказать, что крестьяне. Почему? Потому что их были крестьяне. Ну, крестьяне вообще это сословие феодального общества. Но, строго говоря, в экономическом смысле крестьяне это кто такие? Это мелкие. Уже при капитализме это кто такие? Мелкие хозяйчики, работающие на рынок. Сами-сами трудятся. Непосредственно производят материальные блага. И для продажи. Вот если они для продажи, то я тоже, у меня будет патриархальное производство. То есть я вот огурцы выращиваю и баночки заказываю и ем. И все. И ни для какого рынка никому не продаю. Это кто? Вот это будет патриархальное материальное производительное хозяйство. А основная масса уже при капитализме трудящихся, не являющихся рабочими, представляет собой мелких буржуа. Это мелкий хозяйчик, работающий на рынок. Мелкие буржуа. Не путай с маленьким буржуем. Потому что если буржуа, он живет за счет чужого труда. То есть причем если я вас нанял на работу, вот вы производите материальные блага, я получаю прибавочную стоимость. Тогда я буржуа. А если я сам работаю, я вас привлекаю тоже. И в основном живу за счет своего труда, я мелкий буржуа. Хотя у меня и два или три человека работников есть. То есть все зависит от того, что является основным источником дохода. Если мой труд, я значит мелкий буржуа. А если уже труд наемных работников, то я тогда уже буржуа, а не мелкий, а просто буржуа. А вот там как раз в особенном торговле и производстве пишет класс горожанин, да? Горожанин не класс. Это вот определенная категория населения. Где они живут, в городе или в деревне? Население. Еще одна категория. Это не класс. Вы относитесь к горожанам или к сельским жителям? Ну я так и горожанин. Ну вот это совсем не классовое деление. Это другое. Не по положению производства, а по тому, где вы живете территориально. Возвращаемся. Возвращаемся, да. В общем-то о разделении труда. Если можно обозначить их в части общения и произведения силы, то они, цитирую их, да, они пишут о четырех таких расширениях, нам, наверное, известных, которые получило, да, разделение труда. Первое – это отделение города от деревни, да, поставление торговли от производства. Третье – это, соответственно, да, возникновение манифактур. И заканчивают они вот в этой части свое рассуждение оба плюсах и минусах крупной промышленности. Можно я вам вопрос задам для выяснения этого? Знаете ли вы то, о чем говорите? А-а-а. Я так думаю, что вы все знаете. Вот о мануфактуре хотел бы вас спросить. А что такое мануфактур? Не для себя, а для того, чтобы мы все выяснили это. Мануфактура что такое? Ну, что это отрасль или производство? Отрасль или нет, это не отрасль. Вот что предшествовало мануфактуре? Феодальное время цеха были ремесленные? Феодальное время? Были ремесленные цеха? Шапожники, там, это изготавливается, веники, изготавливают посуду, сидят и делают, работают. Глиняную посуду изготавливают, что не было разве? Ну, в средневековье. В средневековье, в ремесленное производство, это как называется? Как называется, вот если мы все рядом работаем и все выпускаем табуретки? Вы табуретку, я табуретку, вы... А вместе мы работаем для того, чтобы я вам подсказываю, мне подсказывать, как лучше сделать. Мы тут учимся друг у друга и вот продаем потом эти табуретки. При этом каждый делает табуретку. Тут есть разделение труда? Я табуретку, вы табуретку, она табуретку, вы табуретку, вы табуретку. Есть разделение труда? Что-то вы задумались, что тут, по-моему, ясно? Если все мы делаем, каждый, свою табуретку, никакого разделения труда тут нет. Никакого нету, это разделение труда. Вы делаете одно и то же. А вот если я буду делать ножки, а вы делать крышки, а третьи будут их соединять, сколачивать, склеивать, четвертые, пятые будут красить, то это что будет? Я зацепился за ваше высказывание, это будет. Так вот, первый вид производства, который есть в ремесленниках, называется простая кооперация. Кооперацию можете перевести на русский язык? Потому что это со, операция, совместная деятельность, или сотрудничество, правильно, совершенно. То есть если мы просто совместно это делаем, это простая кооперация. А если кооперация построена на разделение труда, как она называется? Сложная. Сложная, она называется мануфактура. Мануфактура. Нам что нужно? Вот во всех наших обсуждениях и рассмотрениях не надо оставлять тех слов, которые мы не понимаем, что это такое. Тем более, что мы лучше это выясним и все. То есть мы выяснили, что такое мануфактура. А вот из мануфактур, почему это так важно выяснить, что такое мануфактура? Мануфактура характеризуется разделением труда. А я сейчас вам процитирую из другой работы положение о таком мануфактурном труде, что всякий непосредственно общественный или совместный труд, осуществляющийся в достаточно крупном масштабе, нуждается в управлении, которое осуществляет связь индивидуальных работ и выполняет функции, вытекающие из движения всего производственного организма в целом. Отдельный скрипач сам управляет собой, а оркестр нуждается в дирижере. То есть вот тут такая ситуация, что уже в управлении есть и в простой кооперации. А уж если вы берете мануфактуру, там же нужно соединить раздельные части, чтобы они дали в итоге готовую продукцию. Ну и каждый работает какими инструментами? Простыми. А вот если мы перейдем, вот если мы представили, что такое разделение труда, вам нужно делать только крышки, представляете, крышки. Раньше вы их там каждый раз вытачивали поодиночке. Вы можете делать машину, когда у меня крышка, будут вам стамповать эти крышки. А я буду делать ножки, она будет делать, склеивать их, будет машина, которая будет там прессовать и так далее. Вот если в мануфактуре разовьется машинное производство, поскольку труд уже разделен, и можно какие-то более простые элементы и виды труда передать машинам, это что будет? Промышленный. Близко к этому. Это будет фабрика. Фабрика. То есть вот дальше вот идет, появляется уже вот эта мануфактура при феодолизме, и потом вырастает фабрику. А на фабричном производстве основывается и капитализм, и коммунизм. На крупном машинном производстве. То есть это такое крупное событие во всей жизни экономической, о котором мы говорим, поэтому мы останавливаемся. Что вот этот вот переход от простой кооперации к операции, основанной на разделении труда, это переход к новому вообще экономическому строю. И этот экономический строй позволяет двигаться дальше уже от одного способа производства к другому. Продолжаем. Так, ну что, вот везде, на самом деле, можно, проводя анализ, везде можно найти какие-то, на самом деле, конфликты даже здесь. Вот, например, если мы остановились на возникновении мануфактур, то что вот они говорят, да, что понятно, что ближайшим следствием разделены трудами за различными оградами, это были именно возникновения мануфактур, да, переросшими рангами цехового строя, которые мы сказали, да. Это тот вид труда, который сначала был связан с машиной, хотя бы еще самый примитивный, обнаружил вскоренный и большую способность к развитию. И с появлением мануфактуры, первое, появляется, да, период, о чем они говорят, это бродяжничество, вызвание упраздением феодальным дружин и распуском войск. И затем с появлением мануфактуры различные нации начинают конкурировать между собой, вступая в торговую борьбу, которую ведут с помощью воин и покровительственных пошлин и добротизменных систем, между тем, как прежде народы, как прежде народы, поскольку они вступали в значение друг с другом или не между собой. Но вот в этой войне это что самое основное? То есть с помощью воин, там, с помощью того, с помощью всего. А что с помощью победить мне вас? В чем я должен руководствоваться? Руководствоваться? Да, на какой основе можно вас победить? Или вас, или вы меня на какой основе можно победить? О чем должны думать те люди, которые вступают в экономическую войну? Ну, интерес свой. Ну, у всех интерес, и в чем интерес. Ну, и что? Вот и в чем мой интерес? Что я должен делать, чтобы у вас выиграть? У вас фабрика, у меня фабрика. Вы производите. Разные методы можно применять. Да разные-то разные. А есть что-то всеобщее такое, которое, если человек этим овладел, то он тогда и может побеждать других. Ну, какую-то технологию производства. Ну, какую-то любовь, что ли? Какую-то точно, какую-то. Да. Какую технологию? Вот мы и стоим на рынке. Одно и то же производим. У меня одна фабрика, у вас другая. У меня информация уже будет. Информация у меня такая. Идите сюда, у меня самая лучшая. Не ходите к Соколовой, у нее всякая дрянь. Что такое производство? Это, знаете, на рынке эти тетки говорят, у них гнилая вся эта продукция, не берите ее. Она же вообще где выращивала, чем поливала. Не берите. Берите у нас, у нас все свежее и хорошее. Это информация, я согласен. Но это одно из средств. А это, наверное, самое главное. Я спрашиваю, где основа? То есть я вас призываю в глубину пояса, а вы мне рассказываете, как вот на поверхности, что кричать, на кого кричать. Производительные силы развивать. А как называется характеристика развития производительных сил? Она называется производительность труда. Вот производительность труда. Это вот та категория, о которой сейчас меньше всего говорят. Знаете почему? А почему она почти не растет? Потому что не делается то, что нужно для подъема производства. Поэтому, а если что-то плохо, то как бы делают, о чем угодно будут говорить? Об элите, о факторах, об информации. Вот мы сидим и передаем информацию. Наш завод уже разрушен. А ваш завод как? Можем через андроид, можем через ватсап, можем по скайпу передавать, что у нас уже всех увольняют, у нас зарплату понижают. А главное, вот это главное, а что главное? Главное в экономике – рост производительности труда. Если производительность труда у меня выше, что я сделаю? Как я буду вас побеждать? Выше, соответственно, и результат материальной блага будет. Ну что будет? Ну больше я сделаю материальных блага. А как я вас могу победить? Ну и спрос, соответственно. Что, все ко мне пойдут? Не уверен. Когда ко мне пойдут? Так вот ко мне не пойдут, скажут, а что я к нему пойду? Вот она и лучше, и красивее, и веселее, что я к вам пойду к этому по поводу. Никакого смысла нет к нему идти. Правильно? Ну вы должны рассуждать это как экономист. Ну, а цена-то меньше. Вот, вот. У вас-то цена 30 копеек, а у меня цена 20 копеек. Все на вас посмотрели и пошли ко мне. Вот ведь какая штука. То есть чем побивает? Одна страна, а другую как может побить? Ну, допустим, представьте себе на мировом рынке сейчас. Скажем, Россия продает зерно по одной цене, а другие страны по другой цене. Ну, чем побить? Ну, как только вы сделаете цену меньше. Ну, как можно сделать цену меньше, если у нас производительность труда не растет? Или растет очень медленно. Это все эту сказку знают, что надо поделить цену. Но как вы ее снизите, если не растет производительность труда? Я вот вам сейчас расскажу факты, относящиеся не к этой самой книге, но связанные с ней. Вот в войну. Когда я с этими данными познакомился, с данными экономики нашей страны, в Великой Отечественной войне, я был изумлен, что там происходило. Значит, 42-го. А в 42-м году уже развернулась военная производство. Уже больше работать по времени, там больше, чем 12-13 часов, все работали сколько могли. Уже от этого больше не произведешь ни танков, ни пушек, ни самолетов. Остался единственный путь технического прогресса. В то время главным показателем была себестоимость, которая была 3% от рентабельности. Рентабельность 3%, и вы, пожалуйста, себестоимость понижайте. То есть прибыль 3%, а себестоимость вы должны понижать. Как можно поведать себестоимость? Это дисциплина, умелость, организация труда и применение новой техники. За 42-й и 42-го, с 42-го по 44-й год производительность труда выросла вдвое. Двое. Это вот не снятся, так сказать, нам. Когда говорят, вот это война, все, значит, старались. Так хоть как вы и не стараетесь. Если у вас техника не будет меняться и не будет перехода к более высокой производительной технике, то ничего не получится. С 42-го по 44-й год выросла вдвое производительность труда. Вдвое больше танков, пушек и самолетов произведено. А доходы, соответственно, снижалась цена. Более чем вдвое. И, соответственно, военные расходы с 42-го по 44-й год в государственном бюджете СССР сократились. Военные расходы сократились. А действительно, ну, если они вдвое стали дешевле, тогда за что они выросли? То есть вдвое больше продукции. Вдвое более низкие цены. И поэтому нету никакого роста затрат. Поэтому главным фактором, какого один конкурент, другого конкурента на рынке или, скажем, производители побивают и распространяют свою продукцию, это вот это. Сейчас, конечно, игрой играет большое значение реклама. Вот взяли и рекламируют, много денег в это еду кинули. Ничем он не лучше, а вот доказывают. Хотя, наиболее сильное, конечно, оружие, экономическое оружие, это повышение производительности труда. Так, двигаемся дальше. Так, но я тут все как-то уже не перемешала. Ну, понятно, значит, еще раз в этой части, ну, отделение города от деревни. Это раз, это самое начало, они говорят, что значит, не больше, это я написал, это разделение материального и духовного труда, это отделение... Это все разделение труда. Это все... А с разделением труда связана производительность труда. Да, производительность труда. Дальше, обособление торговли от производства, да? Тоже разделение труда, правильно? Точно, да. Это же все, это все речь об одном. Это все развитие производительной силы труда. Да. И здесь, значит, кстати, тоже когда наступает связь друг с другом, из одного города, в другой, приводится многое орудие труда, и разделение между производственной торговлей вскоре вызывает новое разделение производства между отдельными городами, в каждом из которых прилагает своя особая образительная промышленность, потом отдельные, индивиду образуют класс лишь по стольку, по стольке им приходится вести общую борьбу. Вот, пожалуйста, опять конфликтики против какого-нибудь другого класса. В остальных отношениях они сами враждебно противостояют друг другу в качестве конкурентов. Ну, логично сюда. С другой стороны, и класс, в свою очередь, становится самостоятельным по отношению к индивидам, и так, что последние находят уже заранее установленные условия в своей жизни. Класс определяет их жизненное положение, огнеет систему и их личную судьбу и подчиняет их себе. Вот это известное такое рассказание у меня тоже. Но потом мы сказали, да, было возникновение манифактура. И последний такой вот этап, который они здесь рассматривают, это уже, да, понятно, что производительные силы и переросший спрос, он является движущей силой, которая, собственно говоря, и новую, создала такой новый этап, это уже крупная промышленность. Вот. И там, значит, крупная промышленность, да, они говорят о том, что она, конечно, тоже достигает разного уровня развития в разных местностях, да, но это не задерживает никакого класса движения пролетариата. Тот слой пролетария, который порожден крупной промышленностью, становится во главе этого движения и увлекает из собой всю остальную массу. А не вовлеченные в крупную промышленность рабочие оказываются по вине этой крупной промышленности в еще худшем жизненном положении, чем рабочие, которые заняты самой этой крупной промышленностью. Точно так же, как страны, в которых раз эта крупная промышленность воздействует на непромышленные страны, поскольку последние, благодаря данной работы торговли, втягиваются в их всеобщую конкурентную борьбу. Вот это вообще, да, получается уже, ну, по сути дела, мы видим, что разделение труда как экономически, такой фактор, очень важный, и он достаточно сосредоточен, потому что практически на каждом этапе развития, да, разделение труда, тут свои, как говорят, конкуренции, как и основы, да, экономики, все эти, как появляются конфликты. Но вот последняя, да, крупная промышленность, она уже на мировом, на международном уровне, что еще об этом говорит Марс Энгелес, да, вызывает какие-то ковырты, и дальше уже переходит разговор о том, как же государство, да, и право, ну, понятно, что регионы труда, оно, конечно, усталивает форму собственности, как уже государство, являясь, как оно может урегулировать, или наоборот, какую стратегию оно принимает, вот, урегулирование этих конфликтов, и вот дальше как раз напишет в отношении государства, и право вот к собственности. А что такое право, не знаете? Все вы правы? Право что такое? Ну, естественно, вот вы какие-то слова употребляете, я хочу узнать, вы знаете, что? и государство, спрошу, что такое? Ну, это правильно, чтобы вы знали то, что вы говорите? Что тут ничего, если вы не знаете, я вам подскажу. У нас задача какая, чтобы ни дырок у нас не было вот таких в познании, чтобы не было таких мест, которые мы их слова говорим, а за ними ничего нет. Так что такое? Право. Выражение свободы индивидов. Чьи свободы? Чьи свободы? Индивидов. Личности. Ну, вот Маркс, например, так формулировал право, есть возведенное в закон воля господствующего класса, а не народа. А народ это кто? Кстати, раз уж вы затронули, народ это кто? Народ? Да. Это все. Все это население, это граждане государства, а не народ, а народ не все. Вот вы и в самом начале говорили о непосредственных производителях материальных благ. Вот это и есть народ. Или другими словами, вот в капиталистическом общественном, рабочие и крестьяне. Вот рабочие и крестьяне это народ, а вспомните, ходили люди в народ. Кто ходил в народ? Образованные люди, правда? Представители, может быть, дорозначинцев или дворян ходили в народ, его просвещали. Или при феодализме общество делилось на народ и на высший свет. Вот вы к высшему свету или к народу относитесь. Вот это разные категории. Так. А государство что такое? Государство? Орган? Что, что? Институт даже, да. Что, технологически? Институт законопорядка. Они участвуют. Институт, вот я как раз задорожила. Чего, чего? Твою часть. Маркс Энгельс, да, для своего определения государства, буквально, пару секунд раней. Ну, какое это государство? Сейчас я закрою все по-русски. Что там Маркс Энгельс, да. Что там Маркс Энгельс такое сказали, да. Это есть та форма, в которой индивиды, принадлежащие господствующему классу, осуществляют свои общие интересы, и в которой все гражданское общество в данной эпохе находит свое сосредоточение. Ну, и в чем находит оно сосредоточение все гражданского общества? В интересах господствующего класса. Так? Да. Так получается? Да. И, значит, следовательно, государство должен какого класса? Господство. Господствующего класса. А вы начали какой-то народ, как Никита Сергеевич прямо, Хрущев, он же народный, может быть, государство народный, не может быть. Государство – это что такое? Орган, господствующая, диктатура соответствующего класса. Может быть, диктатура пролетариата, может быть, диктатура буржуазии, может быть, диктатура пролетариата и крестьянство революционное, когда начинается буржуазная революция, которая по существу все равно дает буржуазную систему. но всякое государство всегда имеет классовый характер. Без классового характера не бывает. Никогда и не было. То есть, каждый класс, который хочет утвердить свои экономические интересы, сделать их, продвинуть вперед, что он для этого создает? создает организацию силы для защиты и отстаивания и проведения своих интересов. А если вы не будете подчиняться государству, соответственно, вот что такое государственный университет, это как надо понимать? Не будете знать, будем вас подавлять. Как мы будем подавлять? Не будем ставить хорошие оценки, будем плохие ставить. А если будем плохие ставить, выгоним из университета. Вот это так красиво пишут из Санкт-Петербургской государственной что за государственные? Ну, сидят люди, что ведь душат людей, не дают им жить нормально. Причем выгонят и все. Вы же знаете, и такие мытарства это, чтобы переиздать, это же кошмар. Так, но интересы государства не давить вообще-то и в той же бургазии, а все равно подготовить специалистов. Бургазии нужны специалисты или нет? Нужны. Ну, вот она и готовит. Молодец. А кто приготовил вообще, а кто образовывает рабочий класс? Какой класс? Кто занимается вот этой организацией образования, обучения, рабочих? Кто? При капитализме. Вот вы там рассказывали, как тут становился капитализм, вот они начинают города делать, то и все. А кто занимается обучением и образованием рабочих? Сами рабочие? Не рабочие. Нет? А какой класс? Какой класс? Кто-то занимается же? Не сами же рабочие организации занимаются своим обучением? Нет, господствующий. Господствующий класс занимается. Поэтому некоторые вот товарищи, которые, так сказать, ну вот так плоскостным образом рассматривают действительность, они не видят позитивные роли той же самой буржуазии. Буржуазия всегда была реакционной или она была прогрессивной? А кто создавал города? А кто создавал? Ну, города создавались еще в средневековой эпохе. А кто создавал вот эти самые предприятия? Кто организовывал? Кто обучал рабочий класс? Кто соединял их в большие коллективы? Сплачивал его? Короче говоря, кто готовил пролетарскую революцию? Кто? Буржуазия, прежде всего. Это потом другие пришли и выразили интересы класса и довели дело до последнего. А вот эту всю работу, конечно, делала буржуазия. Поэтому нельзя зачеркивать роль буржуазии, говорить, вот, так сказать, буржуазия то нехорошо, и этим она плоха. Чем-то она плоха, но она в свое время сыграла колоссальную роль прогрессивную. Создала машинное производство, развила производительные силы, чрезвычайно повысила производительность труда, сформировала класс, или, как Маркс и Энгельс говорили в манифесте коммунистической поддержки, буржуазия приготовила своего могильщика. Она же приготовила, так вы хоть ее за это похвалите, а то как-то начинает ругать буржуазию, надо похвалить. То есть каждый какой-то класс какую-то объективную историческую роль играл и очень большую. Так, ну хорошо, вот какие там вроде бы все слова тут разобрали, государство разобрали, право разобрали, а право, повторите еще раз, это что? Это возведенный закон воля до способствующего красивого формулировка. Очень красиво. Вот какой-нибудь откроешь справочник, там вот такое вот определение права, голову сломаешь. Тут же все очень просто и понятно в чем такое право. Ясное дело, что кто устанавливает законы, но тот кто господствует, тот устанавливает законы. Какие-то есть препятствия к тому, чтобы проголосовали за эти законы? Нет таких препятствий. Идеология господствующего класса. Какой является идеологией? Господствующий или подчиненный? Вот мы сейчас с вами изучаем вот это самое главное понимание применения исторического материализма к истории. Если класс экономически господствует, то у него есть все рычаги для того, чтобы его идеология стала в обществе господствующей. Если скажем Бурразия, раз она господствует, то она же не будет объявлять, что у нее она диктатура Бурразия, она скажет, у нас власть народная. Изберите вот этих, которых мы вам выставляем, они самые хорошие. А вы будете доказывать, что самая хорошая вот она. Вы будете вот так вот низенько, низенько и близенько доказывать. А мы вот там высоко повесим и на всех экранах телевидения и по радио и в газетах будем славить представителей господствующего класса. ее никто и не узнает. Ну, только вы будете бегать, устанете только пропагандировать и все. Так и бывает. Она и уходит. Разочаровалась и уходит. Так. Понятно, да? Хорошо, что еще там у нас? Вот это мы разобрали. Все, да? Ну, очень хорошо. То есть, вот у нас смысл докладов таких, в чем мы должны выяснить вопрос самим себе, исходя из того, что значит понять. Что такое понять? Понять? Да. Сможешь перед этой волной? Да. То есть, выразить понятие. Вот если вам удалось все выразить в понятиях, значит, вы это поняли. А раз вы поняли, вы всегда можете передать другому. А кто такой специалист? Вот тот человек, закончивший высшее образование, он не то, что мы тут слушали, потребляли знания, это понятно, слушали многое, это вот все радиослушатели и телезрители сидят и что-то потребляют. А вы можете передать другому? Если вы можете передать другому, то вы уже не потребитель знаний, а вы их уже воспроизводите сами. Раз вы воспроизводите сами, то вы не нуждаетесь что только в том что кто-то вам будет преподавать а вы сами можете это преподавать правильно буду я сразу преподаете а сижу как студент так ну такой того этот студенты который счетов там спрашивает еще доказывается но в общем то у нас роли заменяются вы сейчас кто потреб производитель и знания потребителя слушаю и на экзамене что должен делать или на зачете слушать вот я буду потребителя вы будете предлагать хорошо спасибо замечательно так кто хочет повторить подвиг она последние консультации что ли проводит надо позвонить она специально оставила телефоны чтобы не позвонили молодец как как у ее продумано все ну вот пока мы ждем следующего даскать оратора вот я хочу тоже в ваше внимание обратить еще на некоторые моменты люди марксинге говорят о производстве причем производство берут широком смысле говорят ведь производство вещей производство материальных благ а есть производство идеи представлений да это тоже мощность производства и вот это соотношение производства материальных благ и производства идей можно было бы сказать очень просто что это все взаимодействует но с другим но это так же умно как и бессодержательно но все взаимодействует а все-таки в этом взаимодействии что является решающей вот везде это магистральная тут нить такая проходит что решающим в этом взаимодействии является производство материальных благ как люди что производство идеи представления сознания первоначально непосредственно вплетено материальную деятельность потом она начинает от нее все разделение труда отделяться но мы не должны забывать что корни корни этих всех идей представления а также материально производстве что вот скажем делают пропагандисты участники я раз разных телевизионных и радио шоу что они делают но есть класс который держит в руках соответствующие инструменты идеологического воздействия и он осуществляет свои материальные интересы таким образом то есть он пропагандирует то что нужно этому классу и каждый господствующий класс в всегда предстает свои интересы как у всеобщие правильно если я господствую то я зову за всех во всех вот например царь батюшка он до всех страдал помещики это отцы родные правильно они защищают страну они думают они грамотные они образованы а темные крестьяне что они могут ничего не могут они только землю могут пахать до хвосты лошадям крутить и корову то есть каждый класс господствующий представляет свои интересы как всеобщий поэтому она говорит о народе вот уже зея освобождала крестьян крепостного права правильно она уже была она организовала буржуазную революцию как она представляла свои задачи как только свою задачу или как общенародные у нее были ли этого основания были почему но она же крестьян собиралась освободить она не говорю для чего для чего надо освободить крестьян буржуазии скрыть пожалуйста для чего буржуазии нужно освободить крестьян от крепостнической зависимости кто скажет вот почему буржуазия выступала против крепостного права уже вас можно спросить или еще нельзя как вы думаете почему буржуазия выступала против крепостного права из любви к народу а почему в чем-то уже какой-то интерес был буржуазии в том чтобы освободить крестьян от крепостного права как иначе каждого иначе а как и нас наймешь я вот хотел вас нанять вы все я мы вот помещику вот этому прямо здесь мы не можем вам наняться вы ее его спрашивали не это наши мои работники еще то есть буржуазии чтобы расширить свое производство и чтобы уже не отдельные там единицы и не поштучно отдельные сбежавшие крестьяне нанимались на работу чтобы это можно было делать систематически широко должна была это сделать при этом она выражала интересы крестьянство тоже выражала крестьянство уже лучше что она перестала быть крепостным и поэтому у нее были основания представить свой интерес как к общенародной правда вполне то есть кто был только против этого народа дворяне феодалы будут были против а все остальные за так но вы нам хотели рассказать что уже расхотелось вам итак алина начала с первого пункта той главы о которой она уже была не напереда к второму а если успеем трезвый но успеем но в общем пока второй это отношение государства и права собственности а и так вначале соответственно сначала авторы рассматривают отношения государства собственности затем права собственности а и позднее приводит некоторые выводы а итак этот раздел начинается с того что как и в античном мире так и в средние века и первая форма собственности была племена потому что она была выполнена главным образом войной а у германцев с удовольствием однако и в современном мире и вот ранее у древних настоящее частная собственность появляется лишь вместе с движением собственности и у народов которые выявили свое происхождение в средней иконе этот процесс прицепивала ряд изменений да проходила определенные ступени это было и феодальная земельная собственность и корпоративная движимая собственность далее вот мануфактурный капитал да мы уже о мануфактуре всего горячей ли прежде чем превратиться вот в современный вид а именно порожденной крупной промышленностью и всеобщей конкуренцией капитал что соответствует современной частной собственности в первую очередь это современное государство которое последствия налога постепенно далось на откуда к словам говоря различника собственникам и благодаря буржуа и как раз вот эти самые частные собственники да уже буржуа но поскольку буржуазия не является сосудом она представляет собой класс она вынуждена локализовываться не в местном а в национальном масштабе и придать своим действиям особую всеобщую форму также благодаря вот этому высвобождению частной собственности из общести государство приобрело самостоятельное существование наряду с гражданским обществом а также для него и надея вот в оценке говорят что перед тем как дать определение которое вот сегодня я уже нашла государство есть не что иное как форма организации которую вырвало не принять не убежно чтобы как внутри так и во вне государства взаимно гарантировать свою собственность и свои интересы вот далее как раз да приводится определение что государство это та форма в которой индивиды принадлежащие господствующему классу осуществляют свои общие интересы и в которой все гражданское общество одновременно с этим находит свое сосредоточение поэтому все общие установления проходят через государство в политической форме отсюда происходит как авторы называют иллюзии да то есть ложное убеждение будто закон основывается на воле и при том что еще интереснее на свободной воле точно так же и право за всем словам законов тогда как далее уже авторы говорят что это не мог бы отдельно состоятельно единица и право так же как религия своей собственной истории не имеет а что это какой-то понимаете что правой религии не имеется собственно такое очень оригинальное высказывание да вот что это значит при том что она вынесена в скобки то есть ну такой неочевидный откуда у нее туда история появляется у правой религии нет собственной истории они я так понимаю непосредственно всегда связаны вот с чем плоскостью в которой они существуют то есть тем государством где они развиваются с истории этого государства то есть право получается как религии отдельно по себе по Марксу и Энгельсу не с государством они связаны а с материальным производством с производством людей прежде всего и государство связано поэтому государство связано с правом и право с государством потому что это в общем связанные институты религия тоже связана с производством то есть у них-то идея такая магистральная что вот есть производство и она задает историю всем другим институтам что она определяет ход истории В этом смысле не то, что нет совсем истории у религии. Неправильно же, что нет. Есть же история религии, правильно? Есть история права. Но эта история права вы не поймете, если будете изучать просто книжки по праву. То есть, если вы хотите понять право, надо идти тоже через экономику. То есть, скажем, изучение экономики – это способ, если вы ее изучаете в развитии, понимания других институтов, не экономических. Потому что корни этих институтов в экономике. Поэтому, скажем, плохие юристы как могут получиться? Те, кто не знают экономики, они становятся плохими юристами. Они заучивают книжки юридические законы, потом проголосуют, примут новые законы. И все это вообще бы улетело, потому что уже другие законы. Вы ничего не знаете. А как это формулируется, законы? На какой основе? Что требует производство? Или как пишут в гражданском праве, там, законы хозяйственного оборота. Что производство потребует, вот то запишут законы. А не то, что вот выдумают. Так. Так. Что он не достает четырех страниц рукописи. И потому вот, да, дословно. Начинается все слов. Из первого вытекает предпосылка развитого разделения труда и обширной торговли. Из второго местная ограниченность. Ну, то есть, получается, мы будем ориентироваться, вот, опять же, на два варианта. Да, вот у нас, получается, в первом будет, естественно, возникшая мыль, а во втором созданная цивилизация. А в первом случае авторы считают, что индивиды должны быть собраны вместе. Тогда как во втором, ну, понятно, да, что если, например, рассмотрим воду, то, ну, раньше, да, по правильной мере, на вас, где пользоваться, нужно было сидеться на берегу, допустим. А во втором случае, когда у нас эти орудия и формы собственности, ну, с орудиями производства, созданы цивилизацией, то они, в смысле, индивидуны, уже находятся рядом с этими самыми орудиями производства и формами собственности. Как раз вот таким образом, в первую очередь, они и позиционируют различия. Получается, что в первом случае, когда у нас речь идет о естественном, о естественной форме, индивиды подчиняются природе. Тогда как во втором случае они подчиняются продукту труда. Поэтому в первом случае собственность будет поступать непосредственным и естественным отмеченным господством. Там, наверное, во втором случае у нас господство труда, а именно накопленного труда, то есть капитал. И также первый случай предполагает, ну, опять же, мне кажется, вот на варианте СПОДО это достаточно ясно и четко прописано, какую-то связь между индивидами, то есть семейными, длименными, ну, или хотя бы территориальные. А тогда как во втором случае, да, то есть в созданной цивилизации орудиями и кормами, люди, индивиды, могут не зависеть друг от друга и быть связаны не только посредством обмена. Соответственно, переходим к обмену. В первом случае обмен представляет собой главным образом обмен между человеком и природой. Тогда как, значит, труд человека у нас получается обменивается на продукты природы. А в втором случае, в случае с созданными цивилизацией орудиями и кормами, это преимущественный обмен, который люди совершают непосредственно между собой. Также, вот интересный вопрос. И какую собственность дает обмен? Какую собственность дает обмен? Какую собственность дает обмен? Да, хорошо. Ну, получается, на определенных ступенях промышленного развития собственность становится частной. На каких определенных? Вот обмен какую собственность дает? Ведь собственность у вас обеспечивается экономически или она просто такая юридическая иллюзия? Нет, она же обеспечивается. Ну, какими отношениями? Если вот нас, вот если нас связывает только отношение обмена, я вам телефон, а вы мне лесок бумаги. Это обмен? Обмен должен быть своими обменами. Нет, это уже другой. Сначала скажите, что такое обмен, а потом будем думать, он выгодный и невыгодный. Обмен. Надо определение нам тоже дать. Нет, это... Что такое обмен? Я просто помню, вы нам приводили, когда объясняли, например, с картинкой яблоками. Да, что такое? Сейчас скажу. Ну, взаимозависимые должны быть отношения между идеями. Ну, у нас сейчас тоже взаимозависимые. Я вот у вас буду зачет принимать, а вы будете сдавать. И вы от меня зависите, я от вас. Ну, вот, получается, я обмениваю свои знания на зачет. Вы обмениваете знания на зачет? Ну, не знания, то есть они-то у меня останутся. Интересно. Я думал, я вам передаю знания, а вы говорите, мы с вами меняемся, а вы меня что давите? Давайте мне тогда. Ответ на вопрос. Не хейте деньги тогда. Ну, что-то же получается. Такие вот люди потом с такими идеями начинают устраивать платное образование. Сами выучились бесплатно. Обмен. Что такое? Взаимное отчуждение продуктов труда и иных объектов собственности на основе свободного договора или соглашения. Свободного. Никто ничего, никому не... Я вам не дам, если вы мне не дадите, а вы мне не дадите, если я вам не дам. Это раз. И второй вопрос, который с этим связан. Так, какую собственность дает, что вы говорите, вот такие отношения. Какие? Никаких других отношений нет. Какая-то собственность, когда нас связывает только отношения обмена. Ну, вот я вам отдал, и все на этом. Вы мне отдали свое, и до свидания. Все. Никто никому ничего не обязан. Мы с вами поменялись. Вы же мне не отдадите. Вы зачем обременять себя такими вот сложностями? Выгодные, невыгодные. Если вам невыгодные, вы же не будете со мной обменяться. Ну вот. Так что вот давайте вы меняйте, что хотите, так сказать, на это. Я вас не требую. А я тоже, если мне невыгодно, я вам это не отдам. Что, я враг себе, что ли? Ну, какая собственность получается? Я от вас хочу получить ответ, а вы как? А я беседу с вами очень интересную. А вы хотите продлить беседу, понял? Мы можем занять перерыв. Я давно просто с умными людьми не общалась. Вот. Значит. Спасибо. Ну, ваш целый. Целого перерыва, я просто не договорилась. Это очень давно. Значит. И другое определение можно дать обмена. Обмен – это взаимная и взаимообусловная передача чего-либо принадлежащего двум субъектам. Но поскольку вы говорите о материальных благах, о товарах, правильно? Потому что товар – это прежде всего полезная вещь. Речь о том, что это обмене товаров, товарный обмен, какую дает собственность. А вы должны сказать одно слово. А вы как-то так. Выбор не богатый. Что, общественную или частную собственность дает? Общественную. Общественную. Обмен. Я сейчас говорю про А, ну, Б. Общественную. А какой может быть? Если у нас общая, это общая собственность, вот этот телефон. Общая собственность, ваша и моя. Какой может быть обмен? Ну, можно… Он у вас или у меня. Вот смотрите. Вот если в общей собственности у нас, ну, вот у нас, правда, не в собственности, но в пользовании. Ну, будем считать, что в общей, по крайней мере, капиталистической собственности, вот эта вся мебель. А почему мы начали с того, что они частные? А? Я поэтому и зависти. Почему не частные? Я не знаю почему. Частные? Я решила, что не частные, поэтому и зависти. А почему вы решили, что не частные? Мне показалось, что… Если вы показались, это казимость, видимость. Ну вот. А мы казимостью занимаемся видимостью или истину ищем. Истину ищем. Я поэтому и запуталась. Нет, вы еще не запутались. Мы просто с вами вместе разбираемся, никуда вы не запутались. Еще нужно одну еще вещь выяснить, а что такое собственность? Я ее многократно сегодня говорила в своем докладе. Нужно просто. Можем… Вот что это такое собственность? Это то, чем мы, значит, я, если собственность моя могу распоряжаться. Вот то, чем вы можете распоряжаться, это объект собственности. А, это отношения по поводу распоряжения, владения, обмена… Тогда непонятно, какие это отношения. Вот мы подрались по поводу распоряжения, обмена, владения вашим телефоном. Я потащил его, а вы на меня накинулись и стали его зарапывать в глаза. Это отношения собственности? Ну вот я вам… А если отношения и объект? Там что-то с чем-то соединить надо было. Суть отношений, отношения собственности – это отношения людей или отношения людей к вещам? Отношения людей к вещам. Неправильно. Если это отношения к вещам, сейчас я вот этот ваш телефончик заберу, а вы, пользуясь своим отношениями, вы его позовите, как собачку бы позвали, позовите, скажите, иди иди ко мне. А она не пойдет, она пойдет ко мне в карман. А к вам не пойдет. Если вот столько отношений к вещам, ничего не получится, никакой собственности. Это будет фактическое господство, владение. Ваше отношение к вещам вы употребляли. Кто господствует, это владение. Я могу завладеть вашим человеком, это еще не собственность. А вот если не будет это отношение к вещам, как к своим, а посредственно общественными отношениями с другими людьми, то это не будет собственности. Вот это очень важно знать. Ну вот это вот необходимое дополнение, которое надо сделать, чтобы у вас, потому что у вас конструкция вашего доклада, она на этой категории базировалась, и поэтому то, на чем базируется, должно быть прочным. Вот мы ее, так сказать, упрощили, обмен и собственность. Спасибо вам большое. Значит... Я могу выводы рассказать. А? Выводы сделаете, да, конечно, сейчас вот. Надо осудить, кого осудить, кому присудить. Это просто у авторов оно есть под звездочками. Они говорят, что, значит, получаются результаты определенные по итогам, озвученные, написанные. Значит, производительные силы в самом развитии достигают такой ступени, на которой возникают производительные силы и средства общения, приносящиеся в садок и существующих отношениях одни лишь бедствия, являясь уже не производительными, а разрушительными. Вместе с этим возникает класс, который, между вынужден, нестили себе все тяготы общества, не пользуясь его благами. А... Вот, он же, получается, будучи быть из него общества, неизбежен становится в самое решительное противоречие ко всем остальным классам. Он составляет большинство, и от него исходит сознание необходимости креной революции. Это первый вывод. А второй вывод, условия, при которых могут быть применены определенные производительные силы, являются условиями господства определенного класса общества, социальная власть которого, утекающая из его имущественного положения, каждый раз находит свое практически идеалистическое выражение к соответствующей государственной форме. Понятно. То есть вы рассказали, что социальная революция в России произошла точно в соответствии с тем, что вы рассказывали, что класс становится все больше, он создает все, а получает малую толику из этого всего. И с этим связаны его интересы, собственность поставить в соответствии с тем, что на самом деле происходит в производстве. То есть если производство носит общественный характер, в другом месте уже говорят, там, Маркс, Генгельс, то, значит, и собственность требуется соответствующей, общественной. Спасибо. Спасибо. Так, ну вот, товарищи, просьба оставшимся. И в следующий раз быть готовым выступать. Спасибо за внимание. Спасибо докладчикам особо. Молодцы. Спасибо.